Лена, я тебе решил более подробную инструкцию записать, потому что для меня это достаточно все очень просто и очень понятно, но я переживаю, что есть нюансы, на которые я могу не обратить внимания, и потом возникнут сложности с пониманием процесса. В принципе, я все достаточно, на мой взгляд, хорошо уже описал текстом, где-то будет инструкция у тебя, Максим Шаблон инструкция, там тоже есть несколько видео, но давай я прям покажу от и до, как бы я начал работать, возможно тебе это поможет сделать какие-то правильные выводы. Смотри, я вот даже не знаю, в курсе ли ты там вот в таких вот легких вещах, как пин-вкладки, например, что бы я на твоем месте сделал, я бы отдельный браузер, либо набор вкладок, если ты не понимаешь, что такое набор вкладок, давай лучше, вот как будто у тебя отдельный браузер, когда ты нажимаешь закрепить вкладку, при открытии на следующий день этого браузера, эта вкладка будет открытой, то есть он как бы пинит, запоминает эти вкладки, и это достаточно удобно, потому что у меня вот три пина, и в каждом открыты свои вкладки, я работаю над ними, то есть мне удобно здесь реклама, здесь партнерка, здесь блог, ну, то есть вот эти вот вещи ты должна базово как бы понимать, это просто удобно, это облегчает работу и меньше занимает времени. На то, что мы с тобой сейчас договариваемся, я бы запинил вкладку ВК, так бы я бы закрепил, шаблоны, причем шаблоны, смотри, открываешь вот так, вот так, ну, чтобы удобно было переключаться между ними, сообщение первичное, нажимаешь сюда, потом Ctrl-A, он у тебя все выделяется, потом Ctrl-C, и потом уже Ctrl-V, вот, то есть как бы здесь потом меняешь имя, ну, либо там исходя из контекста, уже смотришь, как отправить, то есть не надо вот это вот руками вот так вот делать, я опять же повторюсь, если ты все это знаешь, ну, как бы, во-первых, повторяем отчения, чтобы просто у тебя времени немного отходило, Ctrl-V, нажимаешь на шаблон, который тебя интересует, да, давай сразу про шаблоны скажу, что я, конечно, над ними не думал, ну, блин, достаточно и так большой объем работы, чтобы я еще каждый шаблон вымерял, абсолютно так же, как с другими шаблонами, ты должна к ним относиться так, что это со временем ты сама сделаешь свой дом, мне нужно, чтобы тебе было удобно, это не, это не руководство, не константа, которую вот нужно взять и обязательно ее только использовать, нет, я что-то набросал, твоя задача, как специалиста, видеть, на что лучше реагирует, видеть, какие часто вопросы задают, сюда эти шаблоны вписывать, как бы это для тебя, для тебя мы делаем все, поэтому еще раз повторю, что шаблоны видоизменяемые, еще раз закрепим мышкой сюда, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, все, очень быстро и удобно, вот, значит, Behance у тебя должен быть открыт, тоже запинен, вот это всегда шаблоны, наверное, первая должна стоять, чтобы удобно было, и вот здесь ты, как бы, работаешь, потом Behance, ну, ВКонтакте, в принципе, я там подробно писал, я даже не знаю, что еще можно дообъяснить, вроде там все понятно, по Behance не забывать, тут, скорее всего, что нужно сделать, опять же, я этой инструкции не писал, потому что я еще и тем сам не занимался, но, в целом, тебе нужны веб-дизайнеры, соответственно, где-то тут должен быть поиск, как-то он так не сильно удобно, персонализируйте, мне надо поиск, ребят, поиск, наверное, не, ну, это уже, ну, можно вот так, конечно, тоже искать, вообще, мы по работам искали, ну, ладно, давай так, в принципе, может быть, даже это и удобнее, я вот не знаю, это ребята, которые только хотят сотрудничать, обычные дизайнеры суда не попадают, потому что попадают, вот это, ты не знаю, веб-дизайн, и, ну, блин, надо еще русский язык тогда выбирать, ну, гору, страна, ну, давай, наверное, можно, в принципе, вот здесь вот Россия выбрать, если ее не блокернули, и вот обязательно нажимаю подписаться, потому что, когда ты сюда войдешь в следующий раз, ты не понимаешь, ты писала ему или нет, вот Елену выбрали, почти у всех есть Телеграм, ну, то есть, как бы, они хотят на этом зарабатывать, им нужно, чтобы их находили, соответственно, у каждого есть какой-то контакт, в частности, Телеграм, переходишь в Телеграм, пишешь сообщение, все, ее подпиской делаешь, все, ты потом в следующий раз увидишь, что ты Елене уже писала, ну, вот пока два таких рекламных источника, на самом деле, больше можно продолжать, мне важно, чтобы тебе было удобно, открыла, на самом деле, вот, честно тебе могу сказать, вот, у нас ВКонтакте 5 человек, здесь 3, ну, это полчаса максимум занимает, даже с учетом того, что тебе кто-то будет отвечать, и ты будешь общаться. Вот такие пока два рекламных источника, повторюсь, здесь 2-3 в органическом поиске, 2 с помощью группы ищем, здесь Behance, здесь 3 человека обрабатываем в Телеге, Телега у тебя Максимовская, которая фейковая, надо, когда будешь авторизовываться, мне придет 1-разовый смс, я тебе скажу код, там тоже нужно в Телеграме немножко профит заполнить. Есть еще особенности, что ты должна добавлять партнеров в PlanFix, но это ладно. Пока давай вот на этом закончу. Если будут вопросы, буду рад ответить.